Из прошлого ролика мы узнали, какими машинами обладают рэперы из Штатов и России. Какие-то автомобили действительно смогли произвести огромное впечатление. Но вы думаете, на этом все закончилось? Конечно же нет. Это АП! Академия порядочных парней! И сегодня вы узнаете, какие же крутые тачки имеют исполнители, включая и русских. А пока опишите, на каком авто вы бы ездили, если бы у вас был неограниченный кэш в карманах. Мне, например, нравится BMW M4. Открывает список автопарк рэпера Лил Вейн. Сразу бросается в глаза Бугатти Верон, легендарный спортивный монстр из Италии. Если постараться, то машина может лететь со скоростью аж 430 км в час. Неплохо, правда? Вот только отдать за это чудо придется всего-навсего 123 миллиона рублей. Исполнитель не уступает коллегам по цеху и в своем гараже держит также и Rolls-Royce модели Phantom. Вот только, видимо, в нем слишком жарко вместе с артистом. И поэтому машина идет в варианте дроп-топ, то есть с откидной крышей. Обойдется такая роскошь от 23 миллионов рублей. Также рэпера мы могли наблюдать и в 62-м Майбахе. Примечательно, что этот автомобиль еще не квалифицировался как продвинутый Mercedes S-класс, а шел под отдельным брендом. Эти машины люксового класса частями были собраны вручную, а водительское кресло разрабатывалось индивидуально под покупателя. Вследствие этого и цена была выше. Цена за такой автомобиль достигала 23,5 миллионов рублей. Еще у Lil Wayne есть Mercedes-Benz SLS AMG. Мощный спорткар от немецкой компании. Примечателен откидными дверьми, которые поднимаются вверх, тем самым напоминая бабочку. Под капотом 630 лошадиных сил. От нуля до ста разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость может достигать 315 километров в час. Lil Wayne пришлось отдать за такой автомобиль больше 21 миллиона рублей. Ну а теперь пора вернуться в 13-е и по 15-е годы, ведь именно с этим временем ассоциируется следующий рэпер. Конечно, он продолжает выпускать музыкальную продукцию и по сей день, но первые мелодичные работы всегда останутся в наших сердцах. Тайга, прошу любить и жаловать. В его гараже насчитывается больше 20 машин, а вы еще спрашиваете, зачем 21 Savage у гараж на 12? Но чтобы Тайга не занял все время ролика, мы пробежимся только по самым ярким машинам. Mercedes-Benz G-Class, который все вы знаете под простым словом гелик. Люксовый внедорожник от немецкой компании. Мы можем слышать много восторга и много критики в сторону этого класса. Однако он действительно культовый среди автомира. Поэтому иметь такое у себя в гараже не стыдно, особенно если в нем ездят крепкие парни, которые тебя охраняют. Цена на обычную модель начинается от 11 миллионов рублей. Но если вы хотите более продвинутую комплектацию AMG, то придется отдать до 12 миллионов за эту коробку на колесах. Рэпер сходит с ума по автомобилям марки Rolls-Royce. И помимо уже упомянутой модели Phantom, у Тайги имеется модель Ghost за 20 миллионов и модель Down за 25 миллионов рублей. Chevrolet Corvette ZR1 американский спорткар, который внушает доверие уже одним своим видом и разгоняется от 0 до 100 чуть меньше, чем за 3 секунды. А максимальная скорость составляет 341 километр в час. Цена на этого монстра из Америки начинается от 8 миллионов долларов. И это без учета растаможивания, если вы захотите перегнать машину из Штатов. Ну и закончим сегодня на этом рэпере. Не менее красивой и быстрой машиной Lamborghini Huracan. Все прекрасно знают, что эта итальянская марка делает стиль и скорость просто идеально. Эта модель не стала исключением. Спорткар, при старте которого захватывает дух как и у водителя из-за быстрого набора скорости, так и у случайных прохожих из-за звука выхлопа. Обойдется такая машина вам от 12,5 миллионов рублей. Также у рэпера есть и модель попроще. Lamborghini Gallardo стоимостью в 11 миллионов рублей. В прошлом выпуске мы говорили о Lil Pump. И вы думаете, что его друг Smokepurpp останется забытым? Конечно же нет. Как вы могли заметить, автомобили марки Mercedes не особо пользуются популярностью у западных рэперов. Больше они отдают предпочтение гоночным спорткарам и люксовым Rolls-Royce. Но этот рэпер полностью меняет представление. Его друг Pump славился своими ДТП. Но, видимо, это у них в крови. Smokepurpp выкладывал в истории в Инстаграм, где он говорил, что разбил Mercedes S-класс 500 за 8 миллионов рублей. Но вместо починки автомобиля он всего-навсего купил себе точно такой же новый. Итого, это два комфортных автомобиля люксового класса стоимостью в 16 миллионов рублей. Из тех же историй мы смогли узнать, что рэпер также владеет и Mercedes Y-класс. Примерная цена которого 3,5 миллиона рублей. Но на это любовь исполнителя к немецкому автопрому не заканчивается. В его арсенале имеется также и Audi R8, суперкар, который очень популярен среди рэперов. Он очень часто встречается у коллег из первого ролика. Напомним, что цена на 610-ю сильную версию начинается от 11 миллионов. Кстати, раз уж мы начали, то такая машина тоже есть у рэпера Тайга. Ну и как же мы могли упустить человека, которого считают легендарным рэпером. И он входит в пятерку самых богатых рэп-исполнителей. Речь идет о Кане Весте. Этот артист очень интересный человек. И поэтому у него не менее интересный автопарк. Открывает список Mercedes-Benz CLR Sterling Moss. Очень необычный дизайн спорткара. И очень ограниченное число копий. Всего лишь 75 машин на безземной шар. Данный автомобиль точно привлечет к себе внимание. Но вот оно будет очень дорогим. Ведь Кане пришлось заплатить около 36 миллионов рублей по курсу на 2009 год. На этом чудеса Mercedes в гараже Кане не заканчиваются. И Мистер Вест имеет также Mercedes CLR McLaren. Эти тачки тоже вышли гаражом в 75 копий. А цена за такую составляла 50 миллионов рублей по курсу на 2010 год. Среди раритета мы можем встретить в гараже Рэпера и 57-й Майбах. В комплектации с откидной крышей. Цена за такой автомобиль сейчас составляет примерно 5 миллионов рублей. Однако одной из самых необычных машин является Prombron Red Diamond. Агрессивно красный пикап. Который неплохо ударит по вашему карману. Ведь Кане Вест приобрел его примерно за 35 миллионов. Похожую машину можно было наблюдать в игре Saint Row 3. Где и играл знаменитый трек исполнителя Power. Ну а также рэпер имеет уже вышеупомянутые Букатти Бейрон, Ламборгини Гоярдо и Абентадор. Ну а теперь приступим к русским исполнителям. Начнем с бывшего участника Blackstar Лёвы Элван. За свою карьеру он успел заработать на Lincoln Continental. Классический американский автомобиль 70-х годов 20-го века. Безусловно, это раритет. И сейчас встретить такой очень проблематично. Но найти такой можно за 3 миллиона рублей. Еще в коллекции рэпера есть Range Rover Sport. Строгий внедорожник, который внушает доверие на дорогах Москвы. Его масса может достигать 3 тонны в зависимости от комплектации. А цена на такой автомобиль начинается от 5 миллионов рублей. Медленно катится G. Двери и окна открыл. В воздухе много любви. Федя Федук выбрал себе Audi. Но, к сожалению, а может и к счастью, не R8, а RS5. 450 лошадок под капотом. Разгоняется от 0 до 100 за 3,9 секунды. Все это ждет вас, если вы готовы отдать за эту машину около 6 миллионов рублей. 27 это клуб, кому надо, те войдут, ты не знаешь, кем прикинуться. Рэпер Птаха передвигался в свое время на 6-й Мазде. Простенький автомобиль за полтора миллиона рублей. Но сейчас он пересел на Range Rover Sport. Правда, модели постарше, в отличие от L1. Этот автомобиль стоит порядка 2 миллионов рублей. Ты согрей мне, мама, душу хулигана. Ты прости меня за то, что я вот за упремой. Так бывает, мама. Егор Крит уже успел покататься и на отечественном автомобиле, и даже поездил на BMW X5. Но в 21 год парень купил себе Mercedes G63 AMG стоимостью в 10 миллионов рублей, чтобы подчеркнуть свою статусность и покорить или женских сердец. Над внешним видом машины усердно поработали в тюнинг-ателье. Ведь такой певец не может быть, как все, ездить на авто, которое за день встречается несколько раз. Машина имеет матовый черный брутальный цвет. В ателье убрали все хромированные элементы, сделав их черными. Также затемнили фары автомобиля. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. И я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Закончим мы список Максом Коржом, который уже давно является премьерным семьянином. Он женат и растет маленького ребенка. Судя по всему, он относится к крутым тачкам абсолютно ровно. И для него важнее всего, чтобы автомобиль был максимально комфортным, чтобы передвигаться на нем всей семьей, а не клеить в меркантильных телочек. Поэтому неудивительно, что его выбор пал на японца Lexus RX 350 ценой в 3,5 миллиона рублей. Это роскошный автомобиль представительского класса. Есть два типа людей, одни готовы лгать, пускай в глазах пыль, другими всем казаться. Вот на таких тачках ездят современные исполнители. Ну а чтобы побыстрее купить машину своей мечты, ставь лайк под этим видео, и тогда твои шансы стать богатым вырастут в разы. Главное, не забудьте закатать желания, и все у вас получится. Если это видео соберет 20 тысяч пальцев вверх, то скоро будет топ, на чем ездят самые красивые девушки-рэперов. Ну а с вами, как обычно, была Вика. Не забывай подписываться на канал и на мой инстаграм, а также нажимай колокольчик, чтобы быть в тренде самой актуальной и интересной музыки, а также новостей из мира хип-хопа. А мы увидимся завтра. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!